Здравствуйте! В эфире телекомпания «Город» программа подробности. Травяной пал – настоящее стихийное бедствие. Только с 28 февраля по 25 апреля в регионе зафиксировано 1723 случаев горения сухой травы. И практически единственным виновником поджога является человек. На что только люди не списывают свои неразумные пристрастия. И трава-то в этом месте будет зеленее, и вредители погибнут, и скот не заблудится, а заодно и профилактику настоящего пожара проведем. А чем он, собственно, отличается, если также гибнут флора и фауна? Огненная стихия перекидывается на деревья и строения, люди задыхаются в дыму, а техника и специалисты вынуждены успевать в несколько мест сразу. Об этом подробнее говорим с начальником областного учреждения «ПОЖЛЕС» Сергеем Абрамовым. Начнем вот с какого вопроса. Чем ваша организация отличается от других? «ПОЖЛЕС» – это специализированное учреждение по тушению пожаров на территории Рязанской области. Штатная структура состоит из 19 филиалов, расположенных на территории всей Рязанской области, 4 пожарно-химические станции третьего типа и 15 пожарно-химических станций второго типа. А вот чтобы было понятно телезрителям, это что значит? Значит, что такое пожарно-химическая станция третьего типа? Это 18 человек личного состава, 4 единицы техники автомобильной пожарной цистерны, 2 гусеничных трактора, 3 колесных трактора с плугом и водораздатчиком, 2 патрульных автомобиля и пожарно-техническое вооружение, которое используется при тушении лесных пожаров. Мотопомпы, бензопилы, воздуходувки. То есть то, чем необходимо проводить работу и мероприятия при тушении лесного пожара. А ваша работа, она начинается когда? Сразу как поступает сигнал или когда уже МЧС спасать ли они не справляются? Или вы вместе работаете? Все, что касается тушения лесного пожара, это чисто наша юрисдикция. То есть все, что тушится в Рязанской области в лесу, это работа непосредственно нашей организации. Сейчас как началась работа? Уже начался сезон и почему-то наши жители считают веселым занятием поджечь траву. Очень сложная в этом году обстановка в плане непосредственно неконтролированных палов сухой травы. Обусловлено это половодием небольшим, которое прошло в Рязанской области. Зеленая трава еще не появилась. Не появилась, да, а огромное количество сухой травы, влаги в земле нет, поэтому количество сухих палов в разы больше, чем в прошлые годы. Я в цифры, чтобы не вдаваться, количество выездов на тушение сухой травы с угрозой лесу в этом году увеличено в 8,5 раз. Это очень серьезно. Это очень большой, это огромнейший процент. То есть еще не наступила как таковая жара, погода достаточно приемлемая. Как вы, кстати, контролируете отдыхающих, которые разводят костры, ставят мангалы, и это тоже может вызвать определенные последствия? Существует ряд превентивных мер, дабы не допустить лесного пожара, в которые входит это и устройство минерализированных полос, обновление минерализированных полос. То есть это обычная опашка, чтобы зрителям было понятно. Вот. Устройство и создание противопожарных, точнее, аншлагов с противопожарной тематикой. То есть они допущение разведения огня и вообще правилах поведения в лесу. Устройство шлагбаумов, которые могут ограничить въезд в лесные массивы жителей в пожароопасный период. Вот. Это меры предупредительного характера. И меры такого характера, как уже непосредственная основная цель, которая является это обнаружение, тушение пожара в ранней стадии его, когда он еще не набрал силу. Это целый комплекс мониторинга работает по этому поводу. Это комплекс космического мониторинга. То есть за счет веб-интерфейса через такую организацию, как Рослесхоз, информация со спутников поступает в диспетчерский пункт наш по термическим точкам на территории Рязанской области, на которые мы реагируем. Патрульный автомобиль выходит и разбирается в данный момент. То есть это может быть абсолютно недоступный, нежилой район, лесной массив. Вот мы выезжаем, разбираемся, что там происходит. То есть очаг возгорания. Еще один из комплексов, который мы используем в качестве мониторинга, это комплекс видеонаблюдения. В Рязанской области на мачтах сотовой связи установлен 11 камер видеонаблюдения, которые ведут в режиме онлайн наблюдения за лесными массивами в радиусе до 15 километров. Постоянно кто-то отсматривает? Да, диспетчер, созданный региональный пункт диспетчерского управления, где оператор отвечает непосредственно за камеры, за видеомониторинг. Постоянно отслеживается эта информация, точно так же фиксируется какой-нибудь случай возгорания. Туда выезжает сразу патрульная группа с тех 19 пожарно-химических станций, о которых я рассказывал. Есть уже какие-то задержанные лица, которых улечили в поджоге сухой травы? По моей информации, ни одного человека в этом году пока еще не улечили из-за поджоги сухой травы. А если какую-то статистику до этого привести в прошлые годы, были такие случаи или они остаются безнаказанными по факту? Значит, что касается возгораний в лесах, то по статистике прошлого года провелась очень огромная работа. Это в части Министерства лесного хозяйства. Есть такой отдел, как Назорный. У них там достаточно более 200 случаев таких вот именно по возгоранию в лесах. А по возгоранию сухой травы тут юрисдикция чуть не Министерства лесного хозяйства. Есть какие-то территории наиболее сложные и опасные? Там, где чаще всего поджигают что-то или отдыхают? Все территории, которые, так скажем, относятся к рекреационной территории, это где люди чаще проводят отдых. Она и является самой опасной местой. Воды, посадки, что-то такое. Воды. Люди отдыхают где любят. Чтобы была вода, поле и лес. Пойма реки – это сейчас самое страшное место. То есть там трава еще зеленая не вышла, а сухая трава там есть. Поэтому вот в случае лесных пожаров, и они в основном-то и в этот период, вот апрель-май, это как раз за счет неконтролируемой палов сухой травы есть непосредственная угроза как населенным пунктам, так и лесным массивам. Кто это чаще делает? Молодежь, которая просто не понимает? Или старики, которые говорят, ну сколько лет жгли, и в этом году ничего не будет? И те, и те. Вот цель акции как раз-то еще раз донести до людей, что это несет огромную опасность. Вот пример я могу привести по сельхозпалу, в чем его опасность. И тут никакого перегибания палки в этом нет. Вот в Амурской области 14 апреля был случай, что при сельхозпале резко изменился ветер, 9 человек пострадали, получили огромные ожоги серьезной степени. В минувшие выходные 26 числа прошла любопытная акция. Для чего нужны подобные мероприятия и как часто они у вас проходят? Это всероссийская акция. То есть это акция под эгидой Рослесхоза. Она проводится во всех городах Центрального федерального округа и вообще во всех городах России. А так мероприятие, вот в частности в Рязани, в прошлом году проводилось две таких акции. Что касается по непосредственно информированию людей, это происходит в средствах массовой информации и по темораздаче листовок в течение всего пожароопасного периода. Всегда интересно какие-то примеры услышать. В этом году были особенные случаи, о которых уже можно рассказать. 13 апреля в Шацком районе зарегистрирован лесной пожар, причиной которого стало заход в лес за счет сжигания неконтролируемой полосухой травы. Синоптики прогнозируют жаркое лето, по крайней мере, на данный момент. Как вы к этому готовитесь? Есть ли у вас какие-то прогнозы и, может быть, особая подготовка? Прогнозы, я считаю, это мое личное мнение, дело неблагодарное абсолютно. Нужно привести только одни фактические цифры. Как я уже говорил, количество выездов в этом году на тушение увеличено в 8,5 раз. В 8,5 раз. Это говорит о том, что уже на данный период… Это человеческий фактор. Все это человеческий фактор. 95% возгорания как в лесах, так и в сухой траве – это человеческий фактор. Это статистика. Вот, казалось бы, 2010 год, на мой взгляд, должен был научить людей очень многому. Люди потеряли кровь, потеряли какую-то атмосферу, которую мы любили с детства. То есть вот наши уголки, где мы отдыхали. И все равно после этого мы продолжаем поджигать. Как это объясняют ваши сотрудники, вообще люди, которые видят последствия. В 2011 году никому не надо было ничего объяснять. У всех были свежие воспоминания этого. Нужно было только обозначить какую-то проблему, она решалась сразу. Как и с жителями, так и вообще в целом. Сейчас уже у нас с вами 2014 год. Человеческая память имеет свойство забывать. Вот я думаю, что из-за этого… Может быть, покатать их там, где головешки до сих пор стоят, и где уже невозможно не то что отдохнуть, а просто остановиться, да, попить все воды. Да, это обязательно нужно делать. Огонь не выбирает, что уничтожать – сухую траву или вековые деревья. А руководство с принципом «Жгут другие, чем я хуже», вряд ли можно улучшить экологическую обстановку и научить чему-то подрастающее поколение. Это была программа «Подробности». До новой встречи в эфире. Строительная компания «Мервинский» предлагает квартиры в привлекательном и удобном для проживания многоквартирном доме в центре города. Жилой комплекс бизнес-класса «Маяковский» – это удобная современная планировка, импортные лифты, автономное топление, подземная парковка. Подробности по телефону. Три пятерки, три ноля. Редактор субтитров А.Семкин